Приветствую вас в общении Дом Веры Мы говорим благословение над вами, благословение над вашими жизнями, благословение над каждым из вас. Наша община Дом Веры вещается каждый день, кроме субботы и воскресенья, и хотим вас видеть здесь снова и снова. Присоединяйтесь к нам Вот сейчас прямой эфир, и вы можете присоединиться к нам. Конечно же, потом эти передачи идут в записи в лайвстриме и в записи можно посмотреть на ютюбе и пережить благословение от Господа и получать эти проповеди снова и снова и снова Я постоянно получаю, знаете, комментарии от людей, которые через ютюб смотрят мой канал Максим СНЛ и они говорят, какое благословение вдохновляться заряжаться, и когда Бог открывает глаза на какие-то события в их жизни через эти проповеди Сегодня у нас тема Верность Верность Итак, мы с вами говорим на тему верность Верность это очень важный аспект человеческой сущности хотя Бог говорит, что нету верных людей вообще Каждый человек лживый а Бог остается верный И мы сегодня хотели поговорить на эту тему Что такое верность и как она проявляется Верность Верность это хорошее качество Каждый из нас ожидает рядом с собой иметь верного человека верного друга верного супруга верную супругу верных людей в компании Верных в стране Президенту нужны верные люди Верная армия которая не свергнет его Верные то есть верность это такое интересно Да И когда я размышляла Бог ищет себе верных Бог ищет себе верных И сам Бог в себе самом показывает этот образец верности И я бы хотела сегодня именно поговорить с разных аспектов с разных сторон на эту тему верности Первая мысль на которую я хотела опереться это это давайте посмотрим с вами Первая Коринфянам четвертая глава если ее возможно вывести на экран Первая Коринфянам четвертая глава то я попрошу сейчас ее вывести Первый и Второй стих мы с вами прочитаем Первый и Второй стих Первая Коринфянам четвертая глава Итак Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих От домостроителя же требуется чтобы каждый оказался верным И когда я вспомнила это место Писания я стала размышлять на эту тему От домостроителей требуется чтобы каждый оказался верным Господи что такое домостроитель почему нужна верность и вот на этом примере на этом примере давайте мы поразмышляем во-первых апостол Павел говорит каждый должен разуметь нас апостол Павел пишет это послание Коринфянской церкви в этой церкви возникли сложные ситуации проблемы возникли эта церковь продолжала собираться и если церковь собирается и в ней возникают проблемы это не значит что Бог проклял эту церковь что Бог возненавидел эту церковь что Бог отвернулся от нее нет люди мы с вами люди и мы живем часто с ошибками и поэтому когда мы совершаем какие-то ошибки это не причина для Бога чтобы он нас бросал предавал отворачивался от нас возненавидел нас у Бога нету этих качеств у него есть прекрасные качества Бог есть любовь и он верный Бог он верный и праведный он верный и праведный почему мы говорим что Бог наш он верный потому что то что Бог говорит он это делает как говорится есть русская такая пословица не бросай слова на ветер мы часто можем как люди мы бросаем слова мы что-то обещаем мы не исполняем мы даем какие-то доказательства мы вот это сделаем мы будем мы сказали я человек слова и нарушаем свои слова приходят обстоятельства мы говорим у меня произошло обстоятельство я не смог приехать хотя мы договорились и так далее но Бог он остается верным если он сказал слова он за них отвечает он верен своему слову у него характер верный если он сказал что я возлюбил тебя любовью вечной поэтому простер к тебе свое благоволение свое расположение свою любовь свое внимание свою заботу то я в этом остаюсь верен и если мы не верны то он остается верен есть место описания которое говорит об этом я не помню точно сейчас где это написано если мы не верны потому что он знает наши слабости он знает что мы всего лишь плоть и подул на нас знойный ветер мы уже раскисли мы уже уже не верны уже квасимся уже говорим Господь где ты ты меня оставил ты меня забыл а он всегда остается верен поэтому мы опираемся на это качество Бога поэтому мы всегда можем к нему прийти во всех наших жизненных ситуациях мы знаем что он нас любит он верен своему слову и мы опираемся на его слово когда когда в писании написаны такие слова давайте откроем сейчас вместе притчи 28 глава очень хороший здесь такой комментарий для верных людей хорошо и я подхвачу твою мысль когда мы говорим о верности верность она приносит собою благословение притчи 28 и стих 20 притчи 28 20 верный человек богат благословениями а кто спешит разбогатеть тот не останется ненаказанным такие слова если чуть выше взять еще 19 стих здесь написано кто возделывает землю свою тот будет насыщаться хлебом а кто подражает праздным тот будет насыщаться будет насыщаться нищитою и дальше написано верный человек богат благословениями а кто приходит в компанию например и хочет разбогатеть ты пришел работать на кого-то и хочешь разбогатеть и ты думаешь как бы мне побыстрее разбогатеть на этом месте тогда ты не останешься ненаказанным знаете когда Бог приходит когда мы приходим к Богу вообще причина почему мы приходим к Богу мы приходим к Богу потому что нам что-то от Бога нужно мы хотим разбогатеть мы хотим мы хотим добиться чего-то, мы хотим стать здоровее, крепче, успешнее, защиту, или мы приходим в компанию, в кавычках сказано, в компанию, потому что мы верны, и мы верны и последовательно идем, будем благословенными. Знаешь, Максим, это классное местописание, и я вспомнила, что хотела бы сказать, что иногда, когда приходит человек к Богу, он не понимает, почему он приходит к Богу, его приводят проблемы к Богу, какая-то ситуация, да, он приходит для того, чтобы исцелиться, для того, чтобы решить какой-то вопрос, но когда он начинает познавать Бога, то он обнаруживает для себя, вот мы были молодыми верующими, мы ничего не знали, я когда была молодой верующей, я ничего не знала, мне было просто все интересно, и я не понимала вообще, почему я пришла к Богу, я не понимала, что такое верность, И в процессе моего хождения во Христе эти аспекты начали открываться для меня. И вот верный человек, верный человек, это очень хорошее качество верным. Почему я начала говорить о том, что мы опираемся на верного Бога? Потому что когда мы знаем Бога, который верен, мы меняемся и преобразуемся в его образ. Только зная Бога, мы можем изменяться и становиться верными. Верными его делу, верными его слову, верными друг другу. Потому что самый прочный фундамент жизни человека – это Господь. Иисус сказал, построите свой дом на скале. Когда придут штормы и бури, эта скала, она будет стоять не на песке, а на скале. А скала – это Христос, это познание Иисуса Христа, кто Он такой. И когда мы познаем, что Он верен, вот если мы говорим о верности сегодня, то и наше желание, наше сердце учится быть верным. Мы учимся быть верными. Мы можем иметь надежду, мы можем иметь уверенность, мы можем иметь упование, если знаем, что Бог верный. То есть люди могут уповать. Знаете, вот помнишь, когда… Даже вот взять сегодняшнюю ситуацию обвала, курсы тенге или рубля там. Помнишь, когда в Советском Союзе мы жили, и там в конце каждый раз менялись курсы, курсы, курсы. Сначала десятки, потом сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч, потом девальвации, нули отрезать начали. Когда вдруг мы поняли, что на деньги уповать, ну вообще, как бы на них это все, это все такая фигня. Это просто сказка, это какая-то инфляционная байка. И все, кто уповали на свои финансы, имели сберегательные книжки, те все потеряли, все потеряли. Вот все накопления, которые были, потеряли. Мне тесть оставил сберкнижку, сколько там было? Три тысячи рублей. Не, шесть тысяч рублей, по-моему. На «Жигуль», по-моему, хватало. Да. Вот. И помнишь, Лариса, это время, когда мы вернулись, приехали и решили получить в тенге… Да, 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 мы поехали в Швецию учиться. На бутылку колы, короче, нам хватило на одну бутылку колы всех денег, на которые можно было в Советском Союзе взять машину. Мы обменяли рубли на тенге, у нас вот тогда было в 92-м году или какой-то был… Когда это все случилось, так все произошло интересно и непонятно. Резко, моментально, вдруг обвал произошел, полностью обвал, и мы перестали надеяться. Мы поняли, что курс – это что-то ненадежное. Потом шли годы, и потом укреплялась экономика, и все. Как-то уже у людей уверенность снова пришла к нашим валютам. И наши деревянные не такие уже деревянные, и наши такие валюты не такие уже плохие. И мы как-то… И наши туристы стали ездить по всему миру, и наши люди стали богатеть, и стали зарабатывать. Ну, не европейский зарплату, но хотя бы четвертинку или треть там от европейской зарплаты уже многие стали получать. И ты знаешь, когда я смотрю вот на этом, и потом опять – бумс, обвал. И вот я смотрю на людей, и люди говорят, не надо уповать на деньги. А кто вам сказал, что надо уповать на деньги? Это неверность. Когда ты думаешь на то, что это все надежно, это оказывается ненадежно. Нельзя уповать на то, что неверно. Ни раз нам показывали наши валюты, мы же все с вами из Советского Союза, что уповать на них – это глупость. И нельзя ни в коем случае уповать на наши валюты. Это упование на верного. Когда приходит сотрудник в компанию, есть разные сотрудники. Есть приходят сотрудники, чтобы заработать. И у них одна цель. Сколько я буду здесь получать? Да, навряд ли вам здесь будет хорошо в нашей компании. Но если ты приходишь в компанию, и ты говоришь, и ты ставишь позицию, что ты верный, ты ставишь позицию, что ты сделаешь все для того, чтобы компания жила, сама компания изберет тебя, чтобы ты был защитником компании, чтобы ты был во главе компании, управлял компанией. Так создано. Если ты верный, если ты верный, то ты будешь управлять и будешь богат благословениями. Еще раз, верный человек, притча 28, 20, притча 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями. А кто приходит и спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным, тому придет какое-нибудь наказание. Не спешите разбогатеть, будьте верны. Верность – это основание для богатства благословениями. Вот ты, Максим, говорил сейчас очень важные вещи, что никогда никому, мы сами никогда не говорили, никогда ни один из проповедников не говорил, что держитесь за деньги, это есть ваши основания, вот накапливайте. Нет, нет, речь вообще не об этом. Вообще в этом мире нет ничего стабильного, нет ничего прочного и твердого. Все меняется. Если человек рассчитывает на человека, то и человек может его предать. Если человек рассчитывает на ситуацию, на стабильность какую-то, это может рухнуть. Если мы рассчитываем на какой-то, например, на недвижимость, или на какой-то капитал, или на кого еще, на людей. То есть это стихии мира. Писание называет это стихией мира. Что такое стихия? Это то, что всегда меняется. Но давайте посмотрим одно местописание, которое я сейчас открыла. Я предлагаю его открыть вместе со мной. Второзаконие 32. Второзаконие 32. И четвертый стих. Второзаконие 32, четвертый стих. Я прочитаю с третьего. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. И четвертый стих. Он твердыня. Совершенны дела его. Все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Бог есть единственная твердыня. Бог есть единственное основание. И когда мы с вами уповаем не на человека, не на систему, не на моду мира сего, то уповаем на Бога, это значит, мы знаем, что Он верный. И когда приходят какие-то обстоятельства, наша вера в Него еще больше укрепляется. Мы видим, что Бог остается верный. Он всегда верен. Он неизменный. И мы прочитали с вами. Он верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Он есть твердыня. Давид в своих псалмах, воспевая Богу, говорит очень часто такие слова. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. У человека меняется настроение, у человека меняются взгляды, его штормит, его бросает из одной стороны в другую, он добивается каких-то целей, он идет по головам, а Бог остается верен, и поэтому мы можем уповать на Него. Наше упование на нашего Господа. И пусть этот стих 32, 4 второзакония будет для вас основанием. Он твердыня, нет неправды в нем, он верен. И поэтому я начала читать с того, что 1 Коринфянам 4 глава. Я бы хотела поговорить немножко о нашей верности, о нашей верности Богу. Мы уже говорим о том, что мы знаем, что он верен. И он призвал нас, он призвал нас в свое царство, он назвал нас своими детьми. И теперь в нашей жизни нам важно сохранить верность до конца. Он призвал нас, послушайте, он призвал нас и дал нам таланты. Он не просто нас призвал, сказал, ну ладно, это будет, что будет. Откроем, пожалуйста, Матфея 25 главу и прочитаем с 13 стиха. Будем читать много. Матфея 25, это Евангелие от Матфея 25 глава с 13 стиха. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. 14 стих 25 главы. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И он призвал, ты говорила сейчас о призвании, он призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому посили его. И тот сейчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл его в серебро господина. По долгим времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И придя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне? Вот я другие пять талантов приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо. Это стих 21. Посмотрите, 25 глава, 21 стих. Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Пошел также, получивший два таланта, 24 стих. И два таланта ты дал мне, вот другие два таланта. И он сказал, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю. Войди в радость господина. Подошел, получивший один талант. И, конечно же, там была проблема его, там сказали, лукавый, верный. Дорогие мои, послушайте, вы знаете, когда мы говорим о верности и мы говорим о постоянстве, мы говорим о том, что когда ты даже на работе сидишь, от тебя ожидается верность, чтобы ты не раздражал начальника, не психовал, не создавал атмосферу напряженности, но чтобы ты содействовал, помогал, служил, участвовал. Многие работники, знаете, что они делают? Они вредят своей компании, приходят в компанию, приносят раздражение, ярость. Другие работники, которые работали на их месте, они спокойно решали проблему, но есть люди, которые приносят это неверность. Они думают, что если я сейчас буду шуметь, изображать напряжение, возню и все остальное, я создам что-то хорошее, я сделаю что-то хорошее. Ничего ты хорошего не сделаешь, ты навредишь и себе, и всем окружающим. Правда, Лариса? Сейчас тебя показывают камеры, на идее камера должна переключиться, но она не переключается почему-то. Вот она переключилась. Итак, верный малым над ногем будет стоять. Это условие. Верность поднимает. Запомните, верность поднимает. Если ты неверный, ты будешь опущен, унижен, принижен. Если ты неверный, исполняешь свое дело. Если ты неверный, исполняешь свой труд. Если ты неверный в служении, ты будешь... Что значит верность? Верность, это значит получить слово и исполнить его. Не получив слово, не исполнил его, не употребил в дело. Все, ты неверный. Знаешь, этот раб, который так сделал Он представлял господина Жестоким И поэтому он получил По своему убеждению Он еще, знаешь, он обвинил Господина Ты жнешь, где не сеешь Потому что он не знал его сердца Когда человек служит Богу как раб Не зная сердца своего Бога То он может попасть в такую проблему Но когда мы знаем сердце Бога Что он любящий Что он добрый, заботливый, что он внимательный То тогда в сердце человека Рождается это желание Делать что-то для Бога Любить Бога всем своим сердцем Обращаться к Нему Узнать, что Он не прогонит Он не отвергнет, а Он будет помогать нам Я Бога такого знаю И я хочу такому Богу служить Не какому-то деспоту, жестокому, злому А любящему Понимающему и прощающему И все-таки я бы хотела Вернуться к 1 Коринфянам 4 глава И хочу, Максим, тебе задать вопрос От домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным Ты частично сейчас затронул это Про рабов Когда ты говорил про рабов И ты сказал, что вот они получили что-то И стал каждый это запускать в дело Домостроителей тайн Божьих Каждый служитель во Христе является домостроителем тайн Божьих Кто является служителем во Христе? Писание говорит, что есть церковь И в церкви Бог поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, учителями, пасторами И также есть разные дары вспоможения, которые работают, служат в церкви И кто воплощает эти дары? Люди Это мы с вами Мы служители Вы как-то служите в своей церкви И каждый из нас является домостроителем Но я думаю апостол Павел именно говорил о своем служении Домостроитель Вот Максим, ты изучал эти вопросы Мы там занимались стройкой церкви И были вовлечены в домостроительство И домостроительство Почему Бог тут делает акцент через апостола Павла Что нужно оказаться верным для домостроителя Почему здесь не указано смекалистым, настойчивым Знаешь, когда строишь стены и фундамент Когда строишь стены и фундамент Когда придет тот, кому ты строишь дом Он не увидит, что в фундаменте лежит И он не увидит, что внутри стен лежит Он не увидит И когда сказано домостроителем Не надобно, чтобы он оказался верным Другими словами, когда человек, который придет и увидит стены покрашенные Но если там фундамент плохой, толку от этих покрашенных стен нет вообще никакого. Другими словами, здесь что-то у нас валится, все рушится. Там какое-то у нас настроение, что-то случилось. Вы знаете, от домостроителя требуется верность. Верность, чтобы он продолжал делать то, что он делает. Ты знаешь, Лариса, когда один человек положил кривую кладку и спросил, что, спросил, ну что, что криво я положил. Я помню разговор был с ним, и он криво кладку положил, говорит, да штукатурка исправит. И когда я смотрел на нее, говорю, понимаешь, он говорит, это все равно видно не будет. Я говорю, да, это тебе видно не будет, и тем людям, которые будут здесь ходить, видно не будет. Но Бог будет всю жизнь видеть твою кривую кладку. Он-то видит то, что внутри, а не то, что снаружи. Этот парень так почесал затылок. Ну, что ты имеешь в виду? Я говорю, то, что от тебя требуется очень маленькое, очень маленькое состояние. Все, что нужно сделать, быть верным, верным в строительстве, верным, когда в невидимых вещах. Вообще Библия говорит, откройте Луки 16 глава. Луки 16 глава. И 10 стих. Луки 16, 10. Очень потрясающе имеется. Написано так. Верный в малом и во многом верен. Верный в малом. Луки 16, 10 стих. Луки 16 здесь сейчас откроют. А неверный в малом во многом неверен. Потрясающее место. Верный в малом во многом верен. А неверный, что бы ни случилось, неверный в малом будет неверный во многом. Эта позиция очень четко определяет. Какой бы ты ни был, но если бы у меня было больше, я бы другим человеком был. Если бы мне доверили больше. Доверьте мне больше. Чудный ты мой. Да если ты маленькую ерунду не можешь сделать. Если ты с маленькой ерундой неверный и требуешь, чтобы тебе дали большего. Это как глупец тебе доверит большего. Это позиция. Если ты привыкаешь быть неверным, не четким в малом. Если твоя жизненная позиция, на тебя нельзя положиться в маленьком. То неужели ты думаешь, что что-то большое сделает тебя другим? Да нет. Это всего лишь тебя раскроет, что ты будешь неверный в большом. Верность в маленьких вещах. Верность в посвящении. Верность. Вы знаете как? Верность. Верность. Если ты убираешь, то убирай везде, даже в углах. Если ты строишь, клади прямо. Верность. Верность в отношениях. Верность в семье. Верность мужу, жене. Верность. В малом она репродуцируется на большое. Неверный в малом обязательно будет неверный в большом. Когда человека ставят на служение, например, вот мы в церкви, когда ставим человека на служение, он горит, то, конечно же, ему доверяется вначале маленькая порция. И так же с нами начиналось. Я вначале ходила в хор. В хор наш, в нашей общине. И ходила на молодежные служения. И просто вот это вот начало. Начать с малого. И показать, что в этом малом я буду делать все, что мне поручат. И обычно такому человеку поручают немного. И иногда берут на работу с испытательным сроком. Смотрят, как человек проявит себя в течение этого месяца или трех месяцев. Наблюдают за ним. Как он приходит на работу. Как он уходит. Как он ведет себя с сотрудниками. Как он выполняет поставленные задачи. И когда человек все это показывает, что он верно, верно, верно себя стабильно показывает, тогда, конечно же, его начинают принимать, продвигать. И этот человек поднимается и в служении, и в работе. И вот это качество, его очень важно в себе воспитывать. Почему мы вначале говорили о том, что очень важно знать, что Бог верен, что Он всегда верен. Потому что знание Бога и общение с Богом дает нам внутреннюю стабильность. Теперь, если мы вернемся и будем говорить о нашем хождении во Христе. Вот этот фрагмент, Максим, я бы тоже хотела сегодня затронуть. Приходят разные жизненные ситуации. Мы уже 25 лет с Максимом находимся в служении. У нас в этом году 25 лет, как мы начали служение. И в браке. И в браке у нас 25 лет будет осенью. И церковь началась 25 лет назад. И в это время много разных людей были с нами в одной упряжке. Были с нами в одной церкви. И мы увидели такую вещь, что многие люди под давлением каких-то обстоятельств не просто ушли из церкви, они вообще ушли от Бога. И вот это самое печальное и обидное, когда люди разочаровываются в Боге. Они, не зная Бога, уходят от Него. И я задавала такой вопрос. Господь, на меня... Я тоже испытывала много-много давлений, Максим. Я не знаю. Я думаю, что каждый человек испытывает какие-то давления, определенные обстоятельства, определенные бури. И даже попытка... Дьявол пытается всегда поколебать в нас веру в нашего Бога. Верим ли мы, будем ли мы верны Иисусу и дальше. Иисус пришел и искупил нас. Иисус привлек нас в свое царство. Будем ли мы верны Ему? И наша задача — остаться верным. Это самое первое, что ожидает от нас Господь. Продолжать верить в Иисуса, что Он с тобой, Он тебя любит, Он тебя не оставит. Наше время эфира уже вот-вот подойдет к концу. И сегодняшняя наша тема, как бы подводя резюме, я бы хотела сказать, что оставайтесь верными Богу всегда во всем. Даже если вы где-то оступились, и вас предали люди, или вы даже предали кого-то, вернитесь на позицию верности. Помните, что Иисус всегда вас любит, и Он даст вам силы пройти дальше ваш жизненный земной путь. Защищайте Царство Божие, защищайте Бога, достойте за Божье, будьте верны в церкви, в служении, в хождении, будьте верны. И увидите, какое благословение придет на вашу жизнь. Верный будет богат благословением. Люди задают вопросы, говорят, но почему это произошло в моей жизни? Где же Бог? Куда же Он смотрел? Бог на своем месте. Он верен, Он любит, Он продолжает смотреть над нами. Разные другие обстоятельства и желание дьявола – это поколебать нашу веру. У нас эфир подходит к концу. Мы благословляем вас именем Иисуса Христа. Он остается в последние полторы минуты. Пусть Бог благословит вас. Господь, я прошу тебя, научи людей ходить в верности, в посвящении, в постоянстве. Благослови, Господь. Благослови, Господь, каждого драгоценного человека, кто сейчас с нами в прямом эфире участвует, и те, кто смотрят записи. Мы просим тебя, Божие благословения твои, да будут с ними во имя Иисуса Христа. Да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да явит свою славу, да изольет от Духа своего на вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Благодарим вас за верность в служении, благодарим вас за верность в то, что вы с нами вместе. Ваши десятины помогают распространять Евангелие. Будьте верны в десятинах и в приношениях. Будьте верны в поддержке, в партнерстве. Что такое партнерство? Это когда один тянет веревку, другой держится. И вы знаете, человек, который ползет по скале, и тот, который страхует его, они вместе связаны. И это и есть партнерство. Мы связаны вместе. Семья – это партнерство. Брак – это партнерство. Отношения с Богом – это партнерство. И когда мы говорим о партнерстве, партнерство испытывается верностью. Будьте верны. Пусть Бог благословит вас. Сегодня с вами был Максим. И Лариса Максимовы. Мы Максимовы. Мы любим, ценя вас, благословляем. Держитесь за Господа. Будьте верны. Цените каждую секунду жизни на земле. И будьте верны Господу, слову, упованию. Помните, что с Богом все возможно. С Богом вы можете решить все проблемы. Будьте верны. И увидите верность Божию в вашей жизни. Благословляю вас. Помните, верный человек, богат благословениями. Хранит вас Господь. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok